Всем привет! Меня зовут Евгений Туаев и вы на канале Барбаросса. Друзья, данным видео мы запускаем подробный цикл видео о том, что же делать людям с разными формами лица. Мы уже неоднократно разбирали это в разных выпусках, упоминали в стрижках, но теперь мы решили соединить это все именно в форму лица. О том, как определить свою форму лица, уже есть выпуск на нашем канале, переходите по ссылке, посмотрите его. И после его просмотра возвращайтесь назад, вам станет понятно, какая у вас форма лица. Итак, если у вас круг, что делать, как подобрать стрижку и как вообще с этим жить? В этом выпуске. Поехали! Если у вас круглая форма лица, это не повод отчаиваться. Многие в комментариях писали нам о том, что ну что же делать, это не подходит для круглой формы лица, как мне быть, мне нравится эта стрижка. Друзья, стрижка может нравиться, но как правило нравится образ. То есть вы смотрите на какого-то актера, на какого-то персонажа, на какую-то фотографию, и вам нравится образ, который с этой стрижкой возникает. Но не всегда у этого образа такая же форма лица, как у вас. И повторив его стрижку, это не всегда будет выглядеть хорошо. Базовые правила, которыми мы руководствуемся, выбирая прическу для человека, выбирая для него стрижку. Смотрите, идеальной формой считается овальная. То есть, ну, считается идеально гармоничная, пропорциональная. Вы уже знаете, что есть несколько форм лица. Что такое овал? Это чуть-чуть сжатый с боков и вытянутый круг. Соответственно, да, наоборот, круг это сплюснутый овал. Нам нужно что сделать? Нам нужно вытянуть круглое лицо. Вы можете скорректировать круглое лицо первое, бородой, второе стрижкой. Борода. Здесь очень важный момент. Когда у вас борода и круглое лицо, не отращивайте ее просто в одну длину. Она не должна быть круглой, эта борода. У вас может быть либо легкая щетина, либо борода треугольной формы. То есть, бока снимаются на бороде, щеки вы делаете чуть короче, подбородок чуть-чуть длиннее. И тогда общее стремление бороды будет чуть-чуть вперед и вниз, и это будет вытягивать ваше лицо. Плюс борода может скрыть щеки. Либо, если вы хотите длинную бороду, вы можете отрастить ее подлиннее и также увести общее направление вперед. Она будет, да, квадратная, но и со стремлением вперед, ближе к такой даже вот треугольной форме. И смотреться это будет очень круто. Запомните, главное вытянуть. Если борода не растет, если есть какие-то сложности, либо работа не позволяет носить бороду, это не проблема. Тогда смотрим на свою стрижку. На круглом лице очень важно сделать стремление всей массы волос вверх. То есть, вы должны увеличить объем сверху. Поэтому стрижки баска, типа вот таких выбритых, нам не подходят. Стрижки в одну длину нам не подходят. Каре на круглом лице нам не подходит. Каре будет резать ваше лицо и подчеркивать, наоборот, его округлость. Если вы хотите себе крутую классную стрижку, присмотритесь к стрижке помпадур. Волосы убираются вверх, общее стремление вытягивается. И виски здесь не короткие. Ну, помп бывает разный, бывает помп с короткими висками, с длинными. Мы говорим о помпадуре с не самыми короткими висками. Следующий вариант, который может вам подойти, сайд пар. Классическая стрижка, классическая укладка, уместная в любой ситуации. Вам может подойти вариант с легкой щетиной. И, допустим, если даже борода прям густо не растет, но щетина добавит брутальности. И щетина всегда подчеркивает линию лица. Если вы грамотно сбреете себе щетину по нижнему контуру, где вот лицо переходит в шею, вы подчеркнете лицо и с помощью волос еще его и вытянете. Будет смотреться очень круто. Легкая щетина и квив. Сверху плюс небольшой фейд, допустим, низкий либо средний, тоже будет смотреться уместно. Вообще, для круглолицых фейд это прям то, что нужно. Это ваша техника, если вы не стрижетесь в классической форме. Что бы вы не хотели исполнить, делаем все низкий, средний, либо высокий фейд. Высокий фейд это уже довольно агрессивно и он может оголить щеки. С высоким фейдом осторожнее. Низкий и средний фейд. Идеальный вариант для круглого лица. А уже на фронте волосы можно уложить назад, уложить на бок. Можно просто их немножко растрепать и оставить растрепанными вверх, как спайки хэйр. Типа вот такого. Все это будет смотреться круто и интересно. Избегайте кропов. Строго кропная форма, когда вся челка уходит вперед и сечет ваш лоб, не всегда будет уместно. Если вы хотите выглядеть как-то грубо, необычно, то да. Но если вы хотите выглядеть симпатично, красиво и гармонично, то кроп все-таки не самая лучшая стрижка для круглого лица. Давайте разберемся, что же делать ребятам, у которых крупные уши и круглое лицо. Допустим, у вас торчащие уши, они крупные, и вы хотели бы их скрыть. И вам делать фейд не вариант. В таком случае удлиненные варианты сайдпарта, удлиненные варианты пушбэк, свитбэк. Это вот, к примеру, когда все волосы просто убираются назад. Но обратите внимание, данную стрижку можно простричь как в одну длину, то есть у вас будет одинаковый объем волос со всех сторон, либо немножко с увеличением массы сверху, чтобы все равно на фронте волос было чуть-чуть побольше, или чуть подлиннее, и образовали такую шапку. То есть как только мы немножко сделали больше волос на фронте, вы скорректировали свое лицо, вы молодец. Друзья, также для круглого лица неплохо подходит андеркат. Да-да, тот самый андеркат из фильма «Ярость» с Брэдом Питтом. Именно он. Выбритые виски, шапка волос сверху, все здорово, все круто. Обратите внимание на то, как вам прострегут этот андеркат. Он может быть у вас как не сведенный совсем, если волосы мягкие и красиво спадают назад, либо с небольшим переходом, чтобы была такая площадка, куда вы укладываете волосы. Андеркат – универсальная стрижка, но она довольно яркая и немножко начинает уже устаревать. Классным вариантом для круглого лица может являться андеркат с асимметрией. Например, вот так. Обратите внимание, выбритые виски, зоны не сведенные, но на одну из сторон все это спадает и выглядит довольно резко. Сводите тогда эту длину не до уха, а от себя до скулы. Когда вы сведете до скулы, это будет смотреться очень интересно и необычно. Если вы сведете себе в линию уха, тоже может смотреться интересно. Но если вы сведете себе ее вот сюда, чуть выше уха смотреться, будет необычно, неинтересно и просто некрасиво. Поэтому асимметрию вводим дальше. Это будет ярко, это будет очень динамично. На самом деле, любую из этих стрижек вы можете простричь и самостоятельно. Если вас интересует как, ссылка в описании на наш обучающий курс «Как стричь». Если вы барбер и не знаете, как стричь какие-то из этих стрижек, либо хотели бы узнать что-то новое, то также в этом курсе вы найдете для себя информацию. Поэтому, друзья, пишем в комментариях, как вам живется с круглой формой лица, либо какая у вас форма лица. И не забывайте о том, что форма лица не всегда определяет то, как вы выглядите. Это просто строение вашего лица. Красивым, некрасивым вас это не делает. Пишем в комментариях о том, какая у вас форма лица. И не забываем о том, что во всей нашей сети барбершопов «Барбаросса» действует 20% скидка на первый визит. Если вы не смогли определить свою форму лица, либо не знаете, как подобрать, либо у вас есть какие-то сложности с волосами, вы начали лысеть, вам нельзя носить длинные волосы, либо наоборот вы хотите их отрастить и не знаете, где взять информацию, где спросить совета, переходим на сайт, выбираем свой город, выбираем филиал. И уверяю вас, вы точно останетесь довольны нашим сервисом и качеством оказываемых услуг. Ну что ж, друзья, до встречи в следующих выпусках.